Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой отцев о таком наборе с iHerb All-in-One Immunity Startup Keep. Это набор на месяц приема от Natural Factors. Здесь есть кюртин, цинцитрат, витамин С и витамин D3. Вот как раз эти все элементы здесь находятся у меня. К сожалению, нету четвертой упаковки витамин С с дозировкой 1000 миллиграмм, там 60 таблеточек тоже от Natural Factors. Я их отдала моим родителям, то есть, но по факту у меня витамин С есть в порошке и я его разводила с водичкой и пила тоже в этой же дозировке. Почему я снимаю это все вместе еще с экстрактом инкобилобы от Dr. Best? Потому что у меня был ковид в начале этого года, как раз перед тем, как Россия напала на Украину. Я переболела, и мне прописала доктор дистанционно, то есть я сдала тест и поняла, что я заболела. Мне сказали, нужно две недели полностью самоизолироваться и сказала, что нужно пить витамин D3, цинк, воды много, витамин С. Я вспомнила, что у меня за херба была этот набор, и я начала это все пропивать, параллельно с этим еще допить инкобилобу, поскольку я знаю, что при ковиде одно из проблем кровообращения ухудшается за счет того, что может возникнуть больше проблем с образованием тромбов. Я знаю, что инкобилоба не уберет этих проблем, но она поможет в этом случае чуть-чуть и плюс для общего состояния это не помешает. Что могу сказать, то есть у меня была не сильно тяжелая форма, у меня была температура, мне дало на одну из ног, которую я никогда не травмировала, как-то было очень больно ходить, на нее даже наступать. Я очень сильно испугалась, поскольку ноги это все-таки, ну все в принципе очень нужно для человека, но нога и при том та, которая не травмирована ни разу, я не могла понять, в чем проблема. Немесила у меня, к сожалению, не было дома, чтобы снимать боль. У меня был только парацетамол и, если не ошибаюсь, парацетамол. Я уточнила доктора, он говорит, ну хотя бы это принимай. То есть я чуть-чуть попринимал его, в принципе, да, нога чуть-чуть отпустила, но я могу сказать, что у меня, в принципе, за счет того, что я поддерживала свой организм, очень много воды пила, теплой воды, именно с лимоном, потом просто чай, то есть очень много добавляла воды в свой организм и параллельно с этим пила то, что мне прописал доктор. Она не прописала никакие антибиотики, потому что это бесполезно. Она именно сказала, что нужно поддержать организм, попить витаминки и сидеть дома, ни с кем-то не контактировать. То есть, в принципе, мне это помогло. Это, кстати, кюрцетин, если я правильно читаю, это как раз для повышения иммунитета. Нужно было тоже одну таблетку с едой принимать, а цинк, я думаю, что вы понимаете, что это. Это как раз тоже вариант того, когда вы заболеваете, нужно его принимать для того, чтобы у вас организм мог противостоять неблагополучным оккупантам вашего организма. То есть, грубо говоря, он действительно этому помогает. И витамин D3, так как у всех есть недостаток витамина D3, я так понимаю, что это даже прописано в определенных методичках для того, чтобы вести людей, которые заболели на ковид. Что могу сказать? Это все вот в этом наборе. Я не знаю, или он еще есть на Хербе, но было очень приятно, что оно все у меня было. И мне не нужно было никуда выходить или заказывать, или просить кого-то, чтобы мне кто-то это привез. То есть, это было нормально. Еду я заказывала и просила курьеров оставить за дверью, чтобы не контактировать. То есть, в принципе, можно было выжить. И я думаю, что это хороший набор. И я дополнительно просто, зная действие экстракта гинкобелопа, я еще добавила ее во время того, что я использовала эти все три бутылочки. И еще четвертую в виде порошочка витамин С, который тоже помог побороть эту болезнь. Я потом прошла флюорографию. И в принципе, у меня мои легкие без изменений, ну не знаю, может быть, они просто так посмотрели, а выпады вытащили. То есть, я себя чувствую более-менее хорошо, но заметила, что мне показалось, что у меня чуть-чуть ухудшилась память и сосредоточение на каком-то одном деле. То есть, я распыляюсь еще больше, чем до ковида, и я понимаю, что у меня ухудшилась память. Мне так кажется. Ну, может быть, я ее восстановлю. То есть, это такое. Интересует, пробовали ли вы этот набор, насколько он вам подошел и когда вы его использовали. То есть, я его все-таки додержала до момента, когда я заболела. Хотя, может быть, нужно было принимать до момента болезни. Но кто знает, когда вы заболеете. То есть, это тоже нереально узнать. Так что, жду ваших комментариев. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok